Аттестация работников образования регулярная и неукоснительная процедура. В последнее время порядок аттестации педагогов немного поменялся. Основная цель проверки профессионального уровня сегодня повышение качества образования в стране. Как проверить, соответствует ли квалификация работника профстандарту и в чем сущность процедуры? Об этом мы и поговорим в эфире программы «По существу». У нас в гостях Галина Николаева, проректор Института образования. Галина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно же, первый вопрос. Атттестация педагогов, каково ее основное предназначение и вот что от этого получает каждый педагог? Новая модель аттестации предлагается в рамках формирования и введения новой системы учительского роста. Чем обусловлено появление, введение этой системы? Тем, что сегодня перед современными педагогами стоят очень серьезные задачи, которых, возможно, не было раньше. Современный педагог, кроме знания своего предмета и технологий, о которых я уже упоминала, должен решать целый ряд задач, успешно решать целый ряд педагогических задач, таких как умение организовывать эффективное обучение с обучающимися, их родителями, социальными партнерами, с коллегами. Кроме этого, педагог должен уметь взаимодействовать с разными категориями обучающихся. Сегодня в одном классе наряду с обычными учениками у учителя за партой могут сидеть дети с особыми возможностями здоровья. Это дети слабовидящие, слабослышащие, дети, которые имеют отклонение в интеллектуальном развитии. И педагог должен уметь эффективно работать с каждой из этих категорий обучающихся. Каждому педагогу есть чему учиться, есть в каком направлении развиваться. Ну вот это коротко то, на что направлена система учительского роста, о которой мы сейчас говорим в последнее время, которая предполагает создание каждому педагогу условий для его индивидуального персонифицированного развития. Вот как раз, как добиться индивидуального профессионального роста, то есть что они, как с этим происходит? Да, как я уже сказала, у каждого педагогического работника затруднения профессиональные, они свои. У одного, возможно, это знание или владение педагогическими технологиями. У другого – работа с детьми с особыми возможностями здоровья. У третьего – это может быть изучение информационных технологий. И поэтому для того, чтобы стать успешным, стать эффективным учителем, каждый должен восполнить свои профессиональные затруднения. Вот я расскажу о том, каким образом предполагается персонификация и индивидуализация повышения квалификации в нашем Чувашском республиканском институте образования. С этого учебного года институт перешел на реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по накопительной системе. Объем повышения квалификации не изменился. Мы также предлагаем педагогам в течение трех лет освоить образовательный курс в объеме 72 часов. Но для этого предлагаем педагогам краткосрочные 18-часовые программы, которые они могут выбрать для освоения. Для того, чтобы устранить характерные для каждого работника свои профессиональные затруднения. 18-часовые программы направлены на то, вернее, каждая из 18-часовых программ направлена на рассмотрение, глубокое рассмотрение, практическое освоение какой-то одной конкретной педагогической проблемы. И педагог, осознавая, что нужно именно ему, из предложенного ему перечня, выбирает 4, может быть, 5 или более образовательных краткосрочных программ и осваивает их в течение трех лет. Самый главный вопрос на сегодня – это новая система, новый порядок аттестации, чем он отличается от предыдущих, как вообще выглядит эта новая модель. Во-первых, нужно сказать, почему мы сейчас говорим о новой модели аттестации. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 80 действующих моделей аттестации педагогических работников на квалификационную категорию. То есть практически каждый регион разрабатывает свои модели. И в одних регионах требования в ходе аттестации к педагогам достаточно высокие. Сдаются экзамены, где-то педагоги защищают проекты. В других регионах требования гораздо ниже. Здесь можно представить только какое-нибудь небольшое портфолио или карту результативности. И поэтому, знаете, здесь можно предположить, что вот такую ситуацию, что учитель высшей категории из Чебоксар по своим профессиональным характеристикам может значительно отличаться от учителя высшей категории того же предмета, например, из Пермского края или Нижегородской области. Потому что в каждом регионе свои критерии, свои требования, свои способы оценивания. И для того, чтобы устранить вот это несоответствие, в Российской Федерации разрабатывается единая для всех регионов модель аттестации, которая не будет зависеть от того, в каком образовательном учреждении работает педагог, не будет зависеть от места его проживания. И новая модель аттестации будет осуществляться на основе разрабатываемых на уровне Российской Федерации единых федеральных оценочных материалов. Суть этих материалов заключается в том, чтобы проверить готовность каждого педагога к осуществлению эффективной профессиональной деятельности. То есть это предполагается, что это не будут какие-то тестовые задания, где проверяется уровень теоретических знаний. Это будет задание практик ориентированного характера, то есть там будут описаны некие проблемные педагогические ситуации. И по тому, каким образом педагог предполагает их решить, будет оцениваться уровень его квалификации. При этом, конечно, будет решение вот этих сложных задач педагогических, должно основываться на знании нормативно-правовой базы, на знании психолога, педагогических условий осуществления образовательного процесса, на знании возрастных особенностей, обучающихся и так далее. Ну, наверное, педагогам не стоит бояться, поскольку многие из них с этими задачами встречаются каждый день в реальной практике. Я думаю, что это будет не столь страшно. Кроме того, что у нас есть еще время до 2020 года, каждый педагог должен проанализировать то, чем он может гордиться, и что у него на сегодняшний день получается не очень хорошо. Ну и до 2020 года воспользуем все свои недостающие компетенции, убрать все страхи и успешно пройти новую модель аттестации. Вот как вы думаете, возможно ли какие-нибудь еще изменения в этой системе учительского роста? Да, изменения, которые связаны с введением системы учительского роста, предполагаются введением новых должностей, основанных на должности учитель. Вот в настоящее время обсуждаются такие должности, как учитель-наставник, старший учитель, учитель-методист. Чем они вообще будут заниматься? Нет, это будет то же самое, но если мы говорим учитель-наставник, это значит учитель, который в своей организации будет являться наставником для молодых учителей и для тех учителей, у которых... Они также будут преподавать, да? Да, также будут преподавать, но дополнительно к процессу преподавания они еще будут являться, может быть, руководителем методических объединений, методических служб образовательных организаций. И в ходе этой деятельности, как я уже сказала, будут делиться опытом с молодыми учителями, с теми учителями, у кого результаты образовательной деятельности на сегодняшний день ниже, чем у них самих. Ну, значит, что предполагается, что понятно введение новых должностей и более высокие требования к этой должности. Предполагается, что здесь будет более высокий уровень оплаты труда, ну и, конечно, педагоги получат общественное признание среди педагогов, среди детей, родителей. Ну, что ж, больше спасибо за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была Галина Николаева, проректор Института образования. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»